И сегодня в нашей студии Анастасия Трубенкова и солист-гармонист Дмитрий Ивашенко. А вместе это дуэт «Ягода. Доброе утро». Здравствуйте. Доброе утро. Я работал с ребятами в Маслянинском районе, кажется, если я не ошибаюсь. Да, да. Там мы выступали. Я видел, как воспринимали. Очень здорово. Я так понимаю, это везде происходит, где вы выступаете. Скорее всего, да. Да. Но мы стараемся. Да не скромничайте. Я предлагаю сразу задать настроение такое. Эх, чтобы... Ягода такая, я хочется. Вот. Ну, поехали. Что? Тоже, извините. Уже? Уже? Все. Голубушка, народная песня, Борушка, баранья. Ой, ты, Борушка, баранья, Ты за что любишь Ивана? Ой, да я за то люблю Ивана. Что головушка кудрява, Я за то люблю Ивана. Что головушка кудрява, Кудрявью заданица. Люблю Ваню молодца, Кудрявью заданица. Люблю Ваню молодца, Ушка-Ванюшка по гореньке покаживает. Он сапог, сапог приколачивает. Он сапог, сапог приколачивает. Он сапог, сапог приколачивает. Свои грустные речи разговаривает. Свои грустные речи разговаривает. Ой, как ты меня, сударушка, Да высушила. Ой, как ты меня, сударушка, Да высушила. Без морозу, без огня Сердце выизнабила. Без морозу, без огня Сердце выизнабила. Ой, пустила сухоту, Да по моему животу. Ой, пустила сухоту, Да по моему животу. Ой, рассыпала печаль, Да по моим ясным очам. Дуэт Ягода в студии Радио 54. Эх, зарядились, да? Не все слышу сейчас, правда, у меня немножко проблемы. Люблю эту песню, но, видимо, потому что кудрей нет, но хочется. Хорошо звучите вместе. Сегодня, на самом деле, это совершенно живой звук. Потому что обычно у нас еще минусовочка играет. Да, сопровождение. Я так понимаю, вы добавляете какие-то современные ритмы в народные мотивы, да? Не только в народные, кстати, но и в песни советских композиторов. У вас есть свои тоже, да, песни или? Своих пока еще нет. Но работать в этом направлении, да? Да, работаем, мечтаем, чтобы были свои песни. Вот, но советских композиторов, которые написали в лет пятьдесят так назад эти песни, очень добрые, которые пели в каждом доме, за каждым столом. В общем, такие песни мы тоже делаем. Перерабатываем их немножко на современный лад уже, чтобы было приятно слушать, наверное, да. Как говорится, подсматриваем за самым лучшим, и в итоге можно создать что-то свое. Почему ягоды? А, ну, название грибы было занято. А, слушай, грибы уже есть, давай ягоды назовем, да? На самом деле мы очень долго думали, как же назваться до этого. Мы решили просто и понятно. Да, просто и понятно. Было много названий, и современных в том числе, и по-английски. Ну, и с того времени начала уже заниматься именно народной музыкой. И вот, а сейчас это уже переросло в другое что-то, более понятное. Вот, и на самом деле это, наверное, и корни все-таки. У меня не только русские корни, но и белорусские в том числе. Вот, поэтому и бабушка моя белорусская очень любила петь. В общем, это, наверное, все-таки где-то из души идет любовь к народной музыке. А я тоже с самого детства занимаюсь музыкой и закончил школу музыкальную по классу баян. И учился вокалу. Ну, вокалу эстрадному. Почему вот сейчас больше в народное? Ну, потому что, действительно, как Анастасия сказала, корни берут свое. Потому что родители у меня, ну, по большей части все деревенские. Вот, за столом пели песни простые, народные. И поэтому я решил... Под гармошку. Под гармошку. А гармошка – это тот инструмент, который вошел в мою жизнь без нот. То есть, только я на слух играю на гармошке. И вообще, вот вы слышите колорит гармошки, она сразу дает такую радость какую-то, звонкость, задор. Ну, в общем, гармонь – это наша спутница с Анастасией. А как образовался вот именно коллектив ваш? Наверное, дело случая все, на самом деле. Где вы познакомились? Познакомились случайно на одном мероприятии, причем, ну, нужно было, чтобы была девочка и мальчик с гармошкой. В общем, я искала мальчика с гармошкой, позвонила одному не может, второму не может, и мне в итоге дали номер Димы. А он смог. Да, он смог, и так у нас получился дуэт. И потом, это была идея Димы, предложил делать дуэт. Я долго думала, но в итоге… Очень долго, я бы сказал. В итоге, вот… Все получилось. Все получилось, да. Главное, что все получилось. Давайте петь. Давай, объявляй. Что за песня? Следующая песня называется «Костры горят далекие». Как раз что? Советская песня. Горят далекие. А парень с милой девушкой на лавочке прощается. А парень с милой девушкой на лавочке прощается. На салу парня ясные, как угольки горящие. Быть может, не прекрасные, но в общем подходящие. Быть может, не прекрасные, но в общем подходящие. Ой-ли-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё Пьется сердце, сердечко моё Ой-ли-лё-лё-лё-лё Пьется сердце, сердечко моё И без раздавания Пусть и ночой старается Славичко ищет нежное Сидит в сердечне, мается Славичко ищет нежное Сидит в сердечне, мается Ой-ли-лё-лё-лё-лё-лё-лё Пьется сердце, сердечко моё Ой-ли-лё-лё-лё-лё Пьется сердце, сердечко моё Девчата голосистые Пропели все страдания Лишь слышны на скамеечке Сердечные вздыхания Ой-ли-лё-лё-лё Костры дымят потухшие Луна за лес скрывается А парень с милой девушкой Никак не распрощается А парень с милой девушкой Никак не распрощается Ой-ли-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-л потом продолжим наш разговор. И сегодня у нас в гостях, я напомню, у нас сосед Трубенкова и Дмитрий Ивашенко, но вместе это дуэт Ягода. Доброе утро. Ну что, здорово, классно, прям вообще столько эмоций мы получили за такое короткое время. Такую музыку сидеть невозможно. Либо вот щеки разрывает, либо и хочется танцевать, правда. Вы сейчас продолжаете обучение? Где-то учитесь? Нет, уже работаем. Да, грустно прозвучало. То есть это как хобби у вас получается, да? Да, такое профессиональное хобби. Но на самом деле вот в этой сфере как бы мы, ну так скажем, тут что ли первооткрыватели с Настей. Ну, наверное, да. И мы учимся каждый день, как сделать наше творчество лучше. Интереснее. И доступнее. И доступнее, да. Как и для молодого поколения, так и для более старшего. Нет, вы для этого делаете. Мониторим. Смотрим монитор. Во-первых, делаем разные аранжировки. Вот я занимаюсь аранжировками. У меня такая, знаете, домашняя студия. И вот там мы с Анастасией, в общем, разбираем разные советские песни, создаем что-то такое необычное. А вы в жизни тоже пара? Нет. Ну, то есть... Нет. Только в творчестве. У каждого, да. У каждого у нас есть свои семьи. Свои семьи, да. Да. Ну, дружите семьями уже, да? Ну, почти. Почти. Ну, почти. Да, да, да. Засмущали, ребята. Ладно, хорошо. У Дмитрия две гармошки. Почему? Чем они отличаются? Кроме цвета. Да. Во-первых, красная-белая гармонь. Почему две? Потому что две разных тональностей. Так случилось, что гармонь, инструмент очень ограниченный. И у гармошки всего лишь одна минорная тональность. Вот мы пели две разные песни, и они были в двух разных тональностях. Поэтому приходится, вот, в общем, носить с собой... Чем больше гармошек, тем лучше. Ну, да. На сцену так. Дима всегда с собой две гармошки. Это же не акулеле тебе таскать такое. Да. Это по семь килограмм в каждой руке. Плюс костюм. Ну, собственно говоря, был бы баян, было бы не так интересно. Там регистры есть, да? Можно менять звук? Регистры есть. Вот, кстати, у меня на красной гармошке есть два регистра. На баяне-то побольше будет. Да, побольше. Вам еще нужна синяя. Синяя. Да. И будет триколор. Триколор, точно. Если бы на них вместе сразу играть, так увешаться, было бы классно. Да. Мы услышим гармонию вот эту вот? Да, да, да. Да? Да. Поехали? Да. А песня называется... Верила, верила, верю, казачьи... Домик стоит над ревною. Верила, верила, верю, Верила, верила я, Но никогда не поверю, Что ты разлюбишь меня. Верила, верила, верю, Верила, верила я, Но никогда не поверю, Что ты разлюбишь меня. Верила, верила, верю, Верила, верила я, Но никогда не поверю, Что ты разлюбишь меня. а вот эту песню я слышал за столом у вас такие яркие костюмы я обратил внимание кто их шьет который мы хотим передать сейчас привет татьяна владимировна вам привет у вас много их вообще за год нашего совместного творчества у нас только три комплекта костюма но мы в этом плане пополняем и каждый год стараемся удивлять новым образом где вас можно услышать где вы выступаете обычно на самом деле на разных площадках и города но вот кстати 23 мы 23 приглашайте сентября на улице каменской будем на улице выступать просто на камень просто на каменской знаете какой же там адрес ну что-то в начале каменская в начале камень мимо не пройдет да да будет большой праздник отлично у нас отбивка даже специально для вас напоследок просим рассказать для всех нас и для радиослушателей какую-нибудь забавную историю из жизни которая с вами произошла такая из творческой нашей жизни совсем недавно на спартакеаде пенсионеров российской федерации это было у нас новосибирске проходило на стадионе заря перед тем как выходить на сцену такой казус небольшой случился там такое есть напольное покрытие дабы не не топтать да не топтать газон мы были да и мелкая дырочка и вот прям перед выходом у меня застрял каблук вырывали всем миром то есть он просто его не могли сначала вытащить я не могла потом подключился дима потом еще и в общем там отвертками как-то в общем деле как немножко погнули на боечку теперь мне неустойчивые каблуки снимать репертуар располагает но это слава богу успели на самом деле и потом пришлось не на цыпочках потому что все было покрытием это вот мелкую дырочку пришлось так вот на цыпочках у многих девушек есть такой рефлекс наработанные годами анастасия трубенкова и дмитрий иваченко на месте дует ягода были у нас в гостях спасибо вам большое спасибо за настроение за атмосферу прям прям хорошо сейчас эвелина ларина я прощаюсь до понедельника собственно она или на продолжает работу в эфире радио 54 всем добра и позитива живите интересно пока